Юрий Николаевич Селин строго выполнял все предписания, соблюдал режим самоизоляции, носил перчатки и маску, но все же не смог избежать заражения коронавирусом. Обрадовался, что разрешили выйти на работу, неделю отработал добросовестно, в пятницу почувствовал себя плохо, в субботу пытались как-то поддержать организм, но состояние ухудшалось, рано утром, в воскресенье вызвали больницу. Здоровье ухудшилось настолько, что пациента пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Сами врачи отмечают, что у больных с такой степенью тяжести заболевания очень часто исход бывает трагический. Удаётся вытаскивать тяжёлых пациентов, как, например, Юрия Анатольевича Селина, но, к сожалению, число выздоравливающихся пациентов после ИВЛ не так много. Селин Юрий Анатольевич – настоящий боец, что можно про него сказать. Он стойко переносил все тяготы болезни. Поверьте мне, очень тяжело физически, особенно психологически, находиться в реанимационном отделении. Заведующий отделением реанимации номер один ВРКБ Александр Плиев занят настолько, что смог дать нам интервью только дистанционно. Вспоминая отношения врачей, бывший пациент едва сдерживает волнение. Мы раньше много слушали о западной медицине, о том, как там внимательны, о том, как щепетильны врачи, насколько у них высокие достижения. Но то, что я встретил в Витновской больнице, я говорю, меня просто шокировало. Настолько доброжелательно, настолько внимательно, что я просто удивлён. И это при том, что работать приходится в полном защитном облачении. Впрочем, недаром доктор назвал пациента настоящим борцом. Пять суток провёл Юрий Анатольевич на аппарате ИВЛ. При этой процедуре лицевая маска, так называемая, плотно прилегает к лицу. Маска практически въедается в кожу лица. Но Юрий Анатольевич только выдержал это испытание, назовём это так. Вот. Мало того, он находился в промпозиции, так называемой. Это когда пациент находится на животе практически всё время, 90% времени. При этой позиции лучше вентилируются задние отделы лёгких, которые значительно страдают при пневмониях, вызванных коронавирусной инфекцией. Говоря о тех днях между жизнью и смертью, Юрий Анатольевич сравнивает врачей с ангелами. Состояние организма было такое, что голова вроде была трезвая, а тело не слушалось. И вот руки этих белых ангелов, лиц которых я не видел и до сих пор не знаю, носили на руках, пеленали, кормили, всё. Это неписуемо. Сейчас самые тяжёлые позади. Юрий Анатольевич уже выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Восстановительный период не затянется надолго, но, к сожалению, в дальнейшем Юрий Анатольевич в группе риска по респираторным заболеваниям, и он должен быть тщательным и следить за своим здоровьем. А коллектив отделения реанимации номер один желает ему скорейшего восстановления. Поскольку при подобном тяжёлом течении болезни, как у Юрия Селина, процент выживших крайне мал, Юрий Анатольевич считает, что доктора сотворили настоящее чудо. Я благодарю средства массовой информации за возможность сказать спасибо врачам, потому что, как уже я говорил, я попал в руки ангелов. Сейчас Юрий Анатольевич мечтает о том, что когда закончатся эти сложные дни, он разыщет врачей, которые его лечили, чтобы, глядя в их лица, ещё раз поблагодарить их за этот подарок – жизнь. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.